Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю организаторов конференции на возможность выступить уже второй год на вашей прекрасной конференции, вас увидеть в полном составе вашего прекрасного учреждения и ваших сотрудников. Мы поговорим, немножко судим объем информации по опухолям желудочно-кишечного тракта и поговорим об опухолях именно с микростелитной нестабильностью. Начнем с вопроса, каким пациентам с опухолями желудочно-кишечного тракта необходимо определять микростелитную нестабильность либо нарушение репарации неспаренных нуклеотидов ДНК. Это пациентам, молодым пациентам младше 50 лет, пациентам с отягощенным семейным анамнезом по опухолям желудочно-кишечного тракта, пациентам со второй стадией заболевания, при отсутствии эффективности стандартной противоопухолевой терапии, правильные ответы 1, 2, 3 и всем пациентам с опухолями желудочно-кишечного тракта. 10 секунд, оказывается, на самом деле долго. То есть мнения разошлись. Но треть, все-таки за большинство ответов треть проголосовала, и треть проголосовала за всем пациентам с опухолями желудочно-кишечного тракта. Я благодарю вас за ответы. Но напомню, что такое микросателитная нестабильность. Это состояние особой склонности ДНК к развитию мутации. Эти опухоли, они характеризуются повышенной инфильтрацией клетками иммунной системы, и опухолеспецифические антигены, они наиболее вероятно распознаются иммунной системой как чужеродные и являются чувствительными к иммуно-посредованному противоопухолевому воздействию. Также в этих опухолях отмечается увеличение экспрессии PD-L1 и CTLA-4. И угнетение экспрессии CTLA-4 и PD-L1 является двумя комплементарными механизмами увеличения активации Т-лимфоцитов и их эффекторной функции. Если посмотреть распространенности фенотипа нарушения репарации ДНК или микросателитной нестабильности, мы можем видеть, что в четверку опухоли, при которых наиболее часто встречается MSI-HI, это эндометриальная аденокарцинома и опухоли желудочно-кишечного тракта, опухоли желудка, тонкого кишечника и колоректальной аденокарциномы. Большинство пациентов с MSI-HI опухолями выявляются на ранних стадиях заболевания. Однако надо не забывать, что при метастатическом заболевании мы также можем найти микросателитную нестабильность. Это при колоректальном раке в 4% пациентов и от 4 до 22% пациентов в опухоли желудка. Достаточно актуальная тема, немного статистики. К сожалению, эти опухоли достаточно характеризуются высокой заболеваемостью, достаточно поздней стадии при первичном диагнозе и высокой одногодичной летальностью. Напомню, что иммуногистохимическая и полимеразноцепная реакция являются конкордантными методиками. Их конкордантность составляет более 95%. И, в принципе, иммуногистохимический метод определения нарушения репараций неиспаренных нуклеотидов входит в систему ОМС, выполняется бесплатно и достаточно быстро. Начнем с желудка, хотя, в принципе, микросателитная нестабильность. Она стала определяться, в первую очередь, при колоректальном раке. Ульфия Митхаттана уже говорила о части клинических исследованиях при злокачественных опухолях верхнего желудочно-кишечного тракта. Видите, достаточно большое количество исследований в сегодняшний момент продолжается. И некоторые исследования уже завершены. Но мы поговорим о тех исследованиях, где встречается группа пациентов с микросателитной нестабильностью. И при распространенном раке желудка исследование и пищеводно-желудочного перехода, исследование Checkmate 032, в это исследование в пациенты включались рефрактерные кимиотерапии. И мы поговорим о монотерапии неволумабом, потому что комбинация неволумаба и пилимумаба на сегодняшний момент не зарегистрирована в Российской Федерации. И исследование проводилось на европейской популяции пациентов. Если мы обратим на демографические данные, то в этом исследовании включалось достаточно большое количество пациентов, которые получали вторую, третью и последующую линию в качестве иммунотерапии. И здесь, посмотрите, в самом низу, есть группа пациентов с MSI-хай-опухолеви. Что же мы получили в результате исследований? Если мы посмотрим на частоту объективных ответов, то очень интересно, что при терапии неволумабом частота объективных ответов, в принципе, не зависела от наличия или отсутствия микросателитной нестабильности. Однако, если посмотреть на показатели общей выживаемости, у пациентов с микросателитной нестабильностью, она практически в три раза превышала показатели выживаемости при отсутствии микросателитной нестабильности или неизвестна. И около 29% пациентов оставались живы в течение 18 месяцев на фоне терапии неволумабом. И на сегодняшний момент неволумаб зарегистрирован при резервирующем раке желудка или пищеводно-желудочного перехода после более двух линий системной терапии. Надеюсь, добавится в инструкцию то, о чем говорила Гульфия Медхаттена, и то, что вошло в новые рекомендации. Исследование с пембролизумабом, этакий НОТ 0,59. Здесь была также монотерапия пембролизумабом у предлеченных пациентов. Это вторая и более линия иммунотерапии. Здесь немножко другие данные. Здесь пациенты с МСА и ХАЙ характеризовались достаточно высокой частотой объективного ответа, которая в разы превышала ответ по сравнению с терапией без микросателлитной нестабильностью. Но если посмотреть на просто клинические исследования, здесь пациент, который получал уже две линии терапии абсолютно без эффекта, продолжительность не более двух месяцев. И мы видим, что в третьей линии терапии, назначив иммунотерапию PD-1, мы получили частичный регресс. Это метастатический рак желудка. Поговорим теперь о колоректальном раке. Мы знаем, что пациенты с микросателлитной нестабильностью до эры иммунотерапии характеризуются достаточно низкими показателями времени без прогрессирования и показателями общей выживаемости. Посмотрите, какие низкие показатели. 4 месяца общей выживаемости даже не достигают медиана года. Если мы говорим о монотерапии, иммуноиммунотерапии, то благодаря современным иммунным препаратам мы можем получить частоту объективного ответа до 30% и показатель общей выживаемости 70% продолжительностью 12 месяцев. И это было показано в исследованиях КИНО-164, где исследовался пембролизумаб у пациентов, которые ранее получали одну и более линии противоопухолевого лечения и оценивали частоту объективного ответа, время без прогрессирования, общая выживаемость, безопасность и переносимость. И если посмотреть на частоту объективного ответа, то она составила 32%, что достаточно высокая цифра для этих опухолей, потому что, в принципе, наверное, за свою практику я, наверное, не видела ни разу объективного ответа на химиотерапию. И на сегодняшний момент медиана продолжительности ответа, она не достигнута. Эти пациенты получали длительность ответа у некоторых, даже была больше года. Что касается выживаемости, здесь представлены данные годичной выживаемости. Выживаемость время без прогрессирования одногодично составляла 41%, и показатели общей выживаемости достигала 76%, и медиана общей выживаемости, она не достигнута. И это, опять же, группа пациентов уже предлеченных. Исследование 177 кинод, которое докладывалось на АСК и на ЭСМА в этом году, оно все-таки долгожданное, наверное, потому что все-таки, как я говорила, химиотерапия не оказывает должного эффекта у пациентов. И здесь исследование пембролизумаба в первой линии по сравнению с химиотерапией, по мнению исследователей. И посмотрите, какие интересные результаты, что терапия пембролизумабом в первой линии, она достоверно и значимо увеличивает показатели времени без прогрессирования, и медиана превышает практически в два раза по сравнению только с химиотерапией. Здесь уже есть данные двухлетней выживаемости, которые также более чем в два раза выше в группе пембролизумаба. Исследование с терапией неволумабом, мы поговорим о монотерапии, о комбинации препаратов. При использовании монотерапии, тоже исследование CheckMate 142 под группа, мы получили достаточно высокую частоту объективных ответов, тоже в районе 34%, и контроль с заболеванием 62%. Посмотрите, группа B – это те пациенты, которые получили меньшей линии терапии, то есть малопредлеченные, здесь частота объективного ответа – 52%. И группа A – это тяжелопредлеченные больные, которые, в принципе, получили все возможности химиотерапии предшествующих линий. Частота объективного ответа здесь гораздо меньше. И медиана длительности ответа, она не достигнута, что также очень важно. И показатели общей выживаемости, здесь период наблюдения 18 месяцев и 67% живы через год. Напоминаю, что без иммунотерапии общая выживаемость пациентов не превышает одного года. Также всем известно, что чем лучше пациенты отвечают на иммунотерапию, то есть если у пациентов есть полный и частичный ответ, то, в принципе, наверное, мы в какой-то момент, я надеюсь, что мы сможем говорить о возлечении данных пациентов даже при наличии распространенного опухолевого процесса. И мы видим, что у этих пациентов медиана общей выживаемости, она не достигнута. И даже при стабилизации заболевания также медиана не достигнута. И мы видим, что кривые вышли на плато. Если мы говорим о комбинации монопрепаратов, напоминаю, что в монотерапии 30% частота объективного ответа, то уже в комбинации мы можем получить, увеличить частоту объективного ответа в два раза, а также увеличить годичную выживаемость на 15%. Достаточно большие цифры. Исследование Чекмейт-142, тоже исследование, другая когорта, сравнивали комбинацию неволумаба с апеллюмабом в сравнении с монотерапией неволумабом. Это пациенты предлеченные в этой группе были. Если посмотреть по частоте объективного ответа, здесь же частота объективного ответа практически в два раза выше по сравнению с монотерапией. И контроль над заболеванием больше 12 недель 81% пациентов. И можно сказать, что 94% пациентов, ответивших на лечение, они сохранили ответ на протяжении времени наблюдения. Если брать подгруппы по экспрессии ПДЛ и наличие мутации синдрома Линча в анамнезе, то эффекты терапии, они были независимы от этих факторов и также клинического анамнеза синдрома Линча. В общей выживаемости, в принципе, достаточно потрясающие цифры, уже есть двухлетние данные, и время без прогрессирования у 60% пациентов. И 24-месячная общая выживаемость, 74%, это практически в два с половиной раза выживаемости пациентов без иммунотерапии. То же самое было доказано, что чем лучше пациенты отвечают на иммунотерапию, тем дольше они живут. И опять же здесь кривые, при комбинации иммунопрепаратов они также вышли на плато. Таким образом, могу сказать, что универсальной терапией при опухоли желудочно-кишечного тракта, СМСА и ХАЙ и нарушение репарации неспаренных нуклеотидов в ДНК является иммунотерапия. Определение микростелитной нестабильности или нарушение репарации, она показана всем пациентам с опухоли желудочно-кишечного тракта, потому что это определяет выбор терапии и прогноз пациента. Исключением, наверное, может быть первая стадия колоректального рака и первая стадия рака желудка, потому что при первой бы стадии уже речь идет о неодевантной химиотерапии в целом. Поэтому целесообразно на моменте диагностики уже определять наличие микростелитной нестабильности. Ну, в соответствии с инструкцией, неволумаб показан при раке желудка резистентном химиотерапии, независимо от PD-L1 и MSI при прогрессировании после второй линии терапии. Надеюсь, обновление инструкции будет в следующем году. Также в качестве монотерапии или в комбинации с неволумабом для метастатического колоректального рака при MSI, ХАЙ или ДММР после терапии с использованием второперимедина, перимедина, оксалеплотина и ринатыкана. И неволумаб с эпилемумабом – это первая и единственная комбинация ингибиторов PD-1 и CTLA-4, одобренная для лечения метастатического колоректального рака и нарушения репараций неспаренных нуклеотидов или MSI, ХАЙ. Данная комбинация значительно эффективнее иммунотерапии неволумабом и показывает эффективность первой линии лечения. То есть в исследовании была и группа пациентов, которые получали в первой линии лечения. И уже в НССН для ослабленных пациентов, не подлежащей интенсивной химиотерапии, эта опция есть. И данная комбинация, она дает быстрые, устойчивые и длительные ответы на терапию с частотой объективного ответа 58%. Но пембролизумаб, он, как известно, показан для лечения распространенных злокачественных новообразований, независимо от локализации с MSI, ХАЙ или ДММР, которые получали ранее терапию. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok